Теперь Украина. В Донбассе сегодня делают первый шаг на пути к полной демилитаризации зоны конфликта. Объявленный по согласованию сторон День Тишины, то есть моратории на боевые действия, соблюдается. В этом уверяют и украинский президент, который сейчас с визитом в Сингапуре, и правительство ДНР, и специалисты ОБСЕ. Они готовят отдельный брифинг, где дадут свою оценку, насколько частично выполнялась договоренность о прекращении огня. Эта своеобразная контрольная точка перемирия должна стать началом полномасштабного отвода тяжелого вооружения. Конкретные этапы операции обговорят сегодня на заседании совместной группы представителей силовиков и армии обеих самопровозглашенных республик. Для жителей Донбасса День Тишины – еще одна надежда на восстановление мира, но привыкшие к обстрелам люди относятся к новому соглашению довольно скептически. В нашей съемочной группе горожане рассказали, что кое-где залпы слышны и сейчас. Вчера пролетела сюда ракета со стороны Песок. Мы были все дома, родители были в доме. Вот, ну, вот отбомбили. Как вот сейчас обстановка? Вот сегодня же перемирие вроде. Ребята, какое перемирие? Перемирие – это сегодня с утра уже бахали и конкретно бахали. На этом фоне завершается подготовка к новому раунду консультации в Минске. Контактная группа могла собраться уже сегодня. Теперь, говорят, до конца недели. Камнем преткновения, возможно, стала повестка. Донецк и Луганск настаивают на том, что в новом соглашении нужно зафиксировать постепенное снятие экономической блокады. Один из вопросов, который намерены обсудить обе стороны, и они уже заявили об этом – обмен пленными по схеме всех на всех. Силовики и ополчения продолжают работу над списками и обсуждают механизм передачи. О конкретных сроках пока речи не идет. Продолжение следует...